Вопрос про денежный канал очень актуален. Это чтобы уж эти темы закрыть. Я по работе своей веду учет средств, расширение идет в мысли. Но есть вопрос, считается ли кредит и в этом канале денежное страхование десятины, даже больше. Считается ли налог десятиной, даже больше за то, что положить и снять средства оплата денежному каналу происходит. Как расширить денежный канал, зная закон, что если ты берешь, то и отдаешь. Как найти грань? Отлично. Смотрите, денежный канал. Во-первых, ни десятина, ни налоги, ни кредиты не является каким-то элементом десятины. Ну вообще никак. Вообще никак. Десятина в данном случае это момент больше церковный. Он имеет смысл, да, ну христианский. Типа отдаешь десятину, Бог тебе потом дает и так далее. Десятина – это элемент спасибо или элемент благодарности. Вот и все. Поэтому, когда вы отдаете кредит, то проценты – это не спасибо. Это то, что вы договорились с банком. Вы договорились с банком? Отдавайте. Страхование. Вы платите деньги, которые могут не сыграть в несчастном случае. Но на случай чего, то то, что там вы кинули когда-то, и все многие кинули, и в случае несчастного случая вам выплатят компенсацию или там подстрахуют вас. Поэтому не путайте взаимоотношения, контракты, договоренность с эгрегорами определенной десятины. Десятина – это спасибо. Вот и все. Это вы, например, работая на каком-то канале, вы платите добровольную 10% от своего дохода как спасибо. Понимаете? А не так, что вас заставляют платить проценты за пользование. То есть, ну, вам дают в аренду какие-то денежные средства и за это берут аренду. Понимаете? Вам страховая компания обещает что-то сделать в случае, если с вами случится. Но вы за то, чтобы они вам дали это обещание на случай наступления страхового случая, то вам нужно заплатить какой-то взнос. И вопрос, наступит это в случае или не наступит, это уже как кому повезет, как кому по верду написано. Но есть какая-то утешающая мысль, что может быть. Ну и некоторым с горем пополам иногда выплачивают. Правда, не все то, что обещают. Потому что мелким шрифтом всегда написаны какие-то моменты, которые лишают вас страхового случая. А в некоторых случаях возникает ситуация, где нужно с той же самой страховой или с тем же самым банком судиться, чтобы доказать свою правоту. Налог тоже не считается десятиной. Налог, который вы платите, это не что иное, как за право пользования чем-либо, что-либо на этой территории. Относительно получается ли вам заплатить или не получается вам заплатить, это уже отдельная тема. Но вы платите за право. То есть у вас лицензия дается на право вести какую-то деятельность, на право чего-то того, на право, чтобы вы соответствовали каким-то нормам. То есть если вы соответствуете каким-то нормам социальным, то вы имеете право заниматься этим видом бизнеса или какого-то дела. Аналогично налоги на продукты. В продукты, ну вообще налоги государства, в продуктах лежат налоги. Как вы можете платить, ну извините, за то, что вы покупаете кусок еды, вы платите НДС и еще какую-то там штуковину. Понимаете? То есть вы оплачиваете, как конечный потребитель, эти налоги. Налоги, в них заложены, по сути, содержание того правительства, которое якобы, якобы за ваши налоги вас охраняет. То есть если вы позвоните в полицию, то полиция приедет или там скорая, но лечение платное. Приедет то бесплатно, но лечение платное. Или еще чего-то. Ну и так далее. Еще спросят, страховка есть или нет. То есть какие-то гарантии потушить пожар, там если у вас что-то загорелось. Или еще какие-то органы, которые выполняют определенные функции. Поэтому то, что вы платите налоги, это не является той же самой десятиной или типа вы такие вот правильные, раскачиваете денежный канал. Вы как батарейка, к которой подключено несколько проводочков. Один, второй, третий. Тот, кто занимается бизнесом, точно так же. К нему накидали проводочков и с него питаются. То есть к одному аккумулятору 5, 6, 7 источников. Понимаете? Вот в чем дело. Это никак не расширяет там какие-то там ваши возможности. Редактор субтитров А.Семкин